При поддержке InfoBusiness2.ru Доброе утро. Как дела? Вам понравилась конференция? Предыдущие выступления поразили меня до глубины души, так что я, пожалуй, пойду. В течение конференции я следил за тремя темами, важными для моего выступления. Во-первых, каждая лекция и каждый выступающий представляли собой образец человеческой способности к творчеству, удивительной широты и разнообразия. Во-вторых, мы поняли, что совершенно не представляем, как будет устроено наше будущее. Не имеем ни малейшего понятия. Я интересуюсь образованием. Откровенно говоря, мне кажется, что образование интересно всем. Это довольно любопытно. Вот вы на вечеринке, и вы упоминаете о том, что занимаетесь педагогикой. Хотя на самом деле работники образования не часто бывают на вечеринках. Их просто не приглашают. Интересно, что не приглашают, даже побывав в гостях. Но пусть вы все же на вечеринке, кто-то поинтересовался вашей профессией. Вы отвечаете, что вы педагог, и у собеседника кровь отливает от лица. Боже, единственный выходной за всю неделю, и я наткнулся на учителя. Однако, если спросить собеседника о его собственном образовании, он сразу же оскорбится. Этот вопрос считается бестактным, слишком личным. Правда? Как вопросы о вероисповедании, зарплате и тому подобное. Я очень интересуюсь образованием, как полагаю, и мы все. Эта тема так близка нам отчасти потому, что именно образование станет для нас дверью в будущее, которое мы не способны представить. Если вдуматься, поступившие в этом году в школу дети выйдут на пенсию в 2065 году. Несмотря на все, что мы услышали за эти четыре дня, никто не имеет ни малейшего представления о том, как будет устроен мир хотя бы через пять лет. Тем не менее, мы должны давать детям соответствующие навыки. Здесь решительно ничего нельзя спрогнозировать. И в-третьих, я думаю, вы все согласитесь, дети способны на совершенно необычные вещи. Они способны творить. Прошлым вечером мы видели Серин. Ее способности необычайны. Она исключение из правил, но в каком-то смысле она заурядна, если можно так выразиться, в масштабах детей всего мира. В ней мы видим сочетание редкой самоотверженности с природным талантом. Я полагаю, что такие таланты есть у всех детей, а мы безответственно разбрасываемся ими. Я хотел бы поговорить об образовании и творчестве. Мне кажется, что творчество сейчас настолько же важно, насколько важна грамотность, и мы должны придать творчеству соответствующий статус. Спасибо. Вот и все, кстати. Спасибо за внимание. Так, осталось 15 минут. Ну, я родился… Нет, а… Я обожаю рассказывать одну историю. Шестилетняя девочка сидела на задней парте на уроке рисования и что-то рисовала. Вообще девочка не уделяла внимания уроку, но тогда она работала очень увлеченно. Учителю это понравилось, она подошла к девочке и спросила «Что ты рисуешь?». Девочка ответила «Я рисую Бога». Учитель сказала, «Но никто не знает, как выглядит Бог». А девочка ответила «Сейчас узнают». Когда моему сыну в Англии было четыре года, честно говоря, ему везде было четыре года, строго говоря, в этом году, где бы он ни был. Ему было четыре года. Так вот, он играл в рождественской пьесе. Вы помните сюжет? Это же был блокбастер. Мэл Гибсон снял продолжение. Наверняка вы видели. «Рождество 2». Джеймс получил роль Иосифа. Мы были очень рады. Мы тогда подумали, что это одна из главных ролей. Мы даже наняли специальных людей в футболках. Джеймс Робинсон и Иосиф. Роль без слов. Но вы помните часть, где появляются три волхва? Они приходят с дарами, приносят золото, ладан и миру. Реальный случай. Мы сидели в зале, и волхвы, кажется, перепутали порядок даров. После спектакля мы спросили одного из мальчиков, все ли хорошо прошло. И он очень удивился вопросу. Они просто поменялись друг с другом. Так вот, входят три мальчика, каждому по четыре года с полотенцами на головах. И кладут на пол коробки. Первый говорит «Я принёс тебе золото». Второй говорит «Я принёс тебе миры». А третий говорит «Я принёс тебе… Ладно, на». В обеих историях есть нечто общее. Дети умеют рисковать. Если они не уверены в чём-то, они всё равно пробуют. Не боятся ошибиться. Я, разумеется, не утверждаю, что творить и ошибаться – одно и то же. Однако нам известно, что тот, кто не готов ошибаться, не способен творить. Нужно уметь ошибаться. Но когда дети вырастают, большинство теряют эту способность. Им становится страшно совершать ошибки. Точно так же работают наши компании. Ошибки не прощаются. Да и наши системы государственного образования построены на нетерпимости по отношению к ошибкам. В результате мы отучаем людей от способностей к творчеству. Однажды Пикассо сказал, что все дети рождаются художниками. Проблема в том, чтобы остаться художником, повзрослев. Я уверен, что мы не растим свои творческие способности, а скорее вырастаем из них. Или даже от них отучают. Почему так происходит? Примерно пять лет назад я жил в Стратфорде на Эйвоне. Мы переехали из Стратфорда в Лос-Анджелес. И, как вы можете представить, сразу почувствовали себя как дома. Точнее, мы жили в местечке под названием Сниттерфилд, рядом со Стратфордом. Там родился отец Шекспира. Удивлены? Я был удивлен. Вы ведь никогда не думали о том, что у Шекспира был отец, правда? Поскольку вы никогда не думали о том, что Шекспир когда-то был ребенком. Семилетний Шекспир. Мне никогда такое не приходило в голову. Ему же было когда-то семь лет. Кто-то учил его английскому языку. Плохо работал на уроке. Должен пытаться лучше. Отец заставлял его вовремя ложиться спать. Шекспира. «А ну марш в кровать», – говорил он Вильяму Шекспиру. «Положи карандаш и перестань так разговаривать». Тебя никто не понимает. Итак, мы переехали из Стратфорда в Лос-Анджелес, и я немного хочу рассказать о переезде. Мой сын не хотел ехать с нами. У меня двое детей, сыну сейчас 21, дочери 16. И он не хотел ехать в Лос-Анджелес. Ему нравилась затея, но в Англии у него была девушка. Любовь всей его жизни. Сара. Он был знаком с ней один месяц. Напомню, что они отметили свою четвертую годовщину, поскольку месяц – это не мало, когда тебе 16 лет. Всю дорогу он очень переживал, что больше никогда не найдет себе такую, как Сара. Честно говоря, мы были этому скорее рады, поскольку мы решили уехать в первую очередь из-за нее. Но когда ты приезжаешь в Америку или вообще путешествуешь по разным странам, замечаешь одну вещь. С точки зрения иерархии предметов, все образовательные системы устроены одинаково. Все без исключения, кажется, что должны быть отличия, но их нет. Главенствует всегда математика и изучение языков, затем идут гуманитарные науки, а потом уже искусство. И так везде. Среди творческих предметов тоже есть своя иерархия. Изобразительное искусство и музыка получают приоритет перед театром и хореографией. Нет такой образовательной системы, в которой танцевальное искусство преподавалось бы как математика. Ежедневно. Почему? Почему бы и нет? Мне кажется, что учить танцу важно, но важно учить и танцевать. Дети начинают танцевать при первой возможности. Как и мы все, у нас же у всех есть руки и ноги. Или я что-то пропустил. Вот что происходит. Мы последовательно начинаем образовывать ребенка от поясницы, затем центром нашего внимания становится его голова. В основном левая ее часть. Если посмотреть на наше образование с точки зрения инопланетянина и задаться вопросом о том, ради чего оно существует, то посмотрев на результаты, на тех, кто преуспевает, на отличников, на детей, выполняющих все, что от них просят, вы как инопланетянин пришли бы к выводу, что цель государственных систем образования по всему миру заключается в производстве университетских профессоров. Вот кто получается в результате. А я был одним из них. Так-то. Я ничего не имею против профессуры, но не стоит думать, что этот класс людей – показатель достижений человечества. Они просто особый вид, другая форма жизни, надо сказать, странноватая. Я говорю, это любя. Большинство встретившихся мне профессоров, не все, но большинство, живут внутри своих голов. Там наверху, в основном, в левой части. Они бесплотны, практически в буквальном смысле. Они рассматривают тело в качестве средства для транспортировки головы. Тело для них – способ доставки головы на заседание. Если вам требуется доказательство того, что возможно существовать вне своего тела, зайдите на конференцию пожилых ученых и сходите на танцы в последний вечер. Вы увидите, как взрослые мужчины и женщины корчатся, не попадая в ритм, в ожидании окончания танцев, когда они дойдут домой и напишут обо всем этом статью. Идеал нашей образовательной системы – ученый. И тому есть причина. Государственные системы образования были построены в 19 веке практически на пустом месте. Они были приспособлены под нужды индустриальной революции. Иерархия предметов построена на двух столпах. Во-первых, высокий приоритет получают дисциплины, полезные для приобретения трудовых навыков. В школе вас наверняка мягко отвлекали от интересных вам уроков, поскольку вы бы никогда не смогли сделать их своей профессией. Не занимайся музыкой – ты никогда не станешь музыкантом. Не занимайся рисунком – ты никогда не станешь художником. Добрый, но увы, ошибочный совет – наш мир охвачен революцией. Во-вторых, дело в научной деятельности, которая стала для нас образством интеллектуальной способности, поскольку университеты разработали систему по своему образу и подобию. Если вдуматься, государственная образовательная система – это растянутый процесс поступления в университет. В результате очень талантливые люди не считают себя таковыми, поскольку никто ни капли не дорожит их любимыми школьными предметами. Но мне кажется, так продолжаться не может. За следующие 30 лет, если верить ЮНЕСКО, университеты выпустят больше людей, чем за всю историю человечества. Все это – совокупность факторов, о которых мы говорили ранее. Влияние технологии на профессиональную деятельность – огромный прирост населения. И теперь диплом ничего не стоит. Правда? Когда я был студентом, если у тебя был диплом, у тебя была работа. А если работы не было, то лишь потому, что тебе не хотелось работать. А мне, честно говоря, не хотелось работать. Сейчас же студенты сразу после выпуска идут обратно домой играть в видеоигры, поскольку там, где раньше хватало среднего образования, теперь требуют высшее. А где было высшее, теперь нужно быть кандидатом наук. Инфляция образования – признак того, что вся образовательная структура рушится у нас под ногами. Мы должны переосмыслить свое представление о разуме. Мы знаем о разуме три вещи. Во-первых, он многообразен. Мы думаем так же, как и воспринимаем, то есть зрительными образами, звуками и тактильными ощущениями. Мы размышляем абстрактно, размышляем в движении. Во-вторых, разум изменчив. Как мы узнали вчера из ряда презентаций, судя по обмену информации внутри головного мозга, разум чрезвычайно подвижен. Мозг не разделен на независимые ящички. Акты творчества, которые я определяю как процесс возникновения новых и продуктивных идей, возникают в результате взаимодействия принципиально разных способов познания мира. Существует нервный узел, который объединяет два полушария мозга. Он называется мозолистым телом. Он толще у женщин. Принимая эстафетную палочку Хеллен, рискну предположить, что именно поэтому женщины лучше справляются с несколькими вещами одновременно. Существует масса исследований, но я знаю это по себе. Если моя жена дома готовит обед... К счастью, это редкость. Нет, с чем-то она справляется прекрасно. Так вот, она одновременно говорит с кем-то по телефону, разговаривает с детьми, красит потолок, делает операцию на открытом сердце. Когда я готовлю, дверь закрыта, дети вышли, телефон молчит. Если заходит жена, я злюсь и говорю ей, «Терри, вообще-то я пытаюсь пожарить яичницу. Может, хватит отвлекать меня?» Дай мне перерыв. Вы же знаете это высказывание про падающее дерево в пустом лесу. Если никто не слышал звука, упало ли дерево на самом деле? Недавно я увидел отличную футболку с надписью. Если мужчина разговаривает в лесу, и его не слышит ни одна женщина, он все еще не прав. И третье, что я хочу сказать о разуме, у каждого он свой. Я сейчас работаю над новой книгой под названием «Откровение». Она основана на серии интервью, посвященных тому, как люди открывали в себе талант. Я поражен тем, как люди проходят этот путь. К этой книге меня подтолкнул разговор с чудесной женщиной, о которой большинство людей никогда не слышало. Ее зовут Джиллиан Лин. Она хореограф, и каждый знает то, что она сделала. Она поставила мюзиклы «Кошки» и «Призрак оперы». Она чудесна. В Англии я был в трупе королевского балета, что, как мне кажется, очевидно. Однажды за обедом я спросил Джиллиан, как она стала танцором. Она рассказала, что в школе ее считали безнадежной. Из школы родителям написали записку, в которой говорилось, что у девочки проблемы с обучаемостью. Она не могла сосредоточиться. Вечно ерзала. Сейчас бы сказали, что у нее синдром дефицита внимания. Но в 1930-х годах никто не знал о таком синдроме. Такой болезни просто не было. Никто не знал, что существует такой вид расстройства. Так вот, ее отвели к врачу. Комната, отделенная дубовыми панелями. Она пришла туда с матерью. Ее посадили в кресло в дальнем конце комнаты, где она просидела, подложив ладошки под ноги целых 20 минут, пока врач разговаривал о ее проблемах в школе. Она всем мешала, не вовремя сдавала домашнюю работу и так далее. В конце концов, доктор сел рядом с Джиллиан и сказал ей, что выслушал ее маму. Осознал все проблемы Джиллиан, но теперь хотел бы поговорить с ее мамой с глазу на глаз. Он попросил Джиллиан подождать немного и вышел вместе с мамой из комнаты. Но до того, как выйти, он включил стоящее на столе радио. Как только взрослые вышли, доктор попросил маму Джиллиан взглянуть на то, что делает дочь. Она сразу же вскочила на ноги и начала двигаться в такт музыке. Доктор и мама Джиллиан посмотрели на это пару минут, потом доктор повернулся и сказал, «Мисс Лин, Джиллиан не больна, она танцовщица. Отдайте ее в хореографическую школу». Я спросил, что было дальше. Она рассказала, что мама последовала совету врача и что это было прекрасно. Они вошли в комнату, где были похожие на Джиллиан люди, не поседы, люди, которым, чтобы думать, нужно было двигаться. Они учились балету, степу джазовому стилю, занимались модерном и современными танцами. Со временем ее приняли в королевскую балетную школу, она стала солисткой, сделала замечательную карьеру в королевской балетной труппе. В конце концов, она закончила королевскую балетную школу и основала собственную компанию, танцевальную компанию Джиллиан Лин и встретила Эндрю Ллойда Вебера. Она сделала одну из самых известных музыкальных постановок в истории, принесла радость миллионам людей и стала мультимиллионером. А ведь другой врач мог бы посадить ее на таблетки и заставить успокоиться. Я думаю, все сводится к одной вещи. Эл Гор недавно читал лекцию об экологии и революции, которая была спровоцирована Рейчел Карсон. Я полагаю, что наша единственная надежда на будущее – принять новую концепцию экологии человека, такую, внутри которой мы начали переосмысление богатства человеческих способностей. Наша образовательная система опустошала наши умы, как мы опустошаем недра Земли, преследуя определенные цели. Но мы не можем пользоваться такой системой дальше. Мы должны переосмыслить основные принципы обучения наших детей. Йонас Салк однажды сказал, «Если все насекомые исчезнут с лица Земли, через 50 лет планета станет безжизненной. Если все люди исчезнут с лица Земли, через 50 лет все формы жизни будут процветать». И он прав. Дэд – это дань уважения человеческому воображению. Мы должны стараться разумно использовать этот дар, чтобы избежать развития событий, о которых шла речь. Единственный выход для нас – ценить разнообразие наших творческих способностей и ценить наших детей, поскольку они – наша надежда. Мы должны учить их целостно. Только так у них получится существовать в будущем, которое, замечу, мы можем и не застать. Но они застанут точно. А мы должны помочь им сформировать его. Спасибо за внимание.